Чтобы найти управу на нерадивых чиновников, коммунальщиков или мошенников, люди часто жалуются в прокуратуру. Своего рода государственное правозащитное ведомство. В окружную прокуратуру поступает по 100 с лишним обращений в день. И, конечно, такое доверие югорчан нужно оправдывать. Как это удается делать югорским прокурорам, узнаем в нашем сегодняшнем выпуске спецзадания. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Вот в этой квартире жили. Вот. Жительница Мегиона Любовь Пахомова жизнь в своей бывшей квартире вспоминает, как страшный сон. Холод, сырость, плесень, прогнившие полы и потолки. Но хуже всего возмущается пенсионерка, равнодушие местных чиновников. Двухэтажная деревяшка еще в 2013 году была признана аварийной и подлежащей сносу. Пенсионерка проживала здесь по соцнайму в двухкомнатной квартире и по праву надеялась получить взамен новое жилье. Время шло, а долгожданного переселения все не было. Обратились в жилищный комитет. Они нам сказали, что у них нет для нас жилья, в очереди мы не стоим, и поэтому они нам ничего не дадут. А во-вторых, очень много нас народу здесь. Потом я пошла второй раз к ним опять спрашивать, будет когда-нибудь что или нет. Они мне ответили, что не будет, потому что очередь большая, дома не строят, и, в общем, жилья нам не будет. Больше года Любовь Федоровна обивала пороги чиновников. Без толку решила обратиться в местную прокуратуру. Там жалобу приняли. По словам помощника прокурора города Мегиона Максима Кочерова, в суде чиновники озвучивали те же доводы – свободного жилья нет. Однако суд не счел эти доводы убедительными. Так вопрос с переселением был решен. По результатам проверки прокуратуры города в интересах заявительности членов его семьи было направлено исковое заявление. О возложении обязанности администрации города Мегиона предоставить ей благоустроенное жилое помещение, в него в очереди, равнозначно занимаемое в настоящее время. С исковыми требованиями суд согласился. В настоящее время заявительнице предоставлено благоустроенное жилое помещение. Вот такая у нас большая квартира, которую мы недавно получили. Вид, какой красивый из окна, как в Чикаго. Теперь Любовь Пахомова живет в светлой, теплой квартире на 12 этаже новостройки. И жаловаться теперь ей не на что и не на кого. Отныне все по-честному. Точнее, по закону. А теперь переносимся в Березово. Местному помощнику прокурора, что называется, на глаз удалось увидеть нарушение. В одном из лесных массивов, прилегающих к Березово, Дмитрий Томчук обнаружил следы черных лесорубов. При проведении более детального осмотра данной вырубки, мы увидели то, что на участке лесного фонда была произведена рубка 12 деревьев. Если быть точнее, были вырублены 10 берез, 1 сосна и 1 кедр. Разрешение на это местное дело лесничества не выдавал. А использовать вырубленные деревья, как выяснилось позже, планировалось банально для топки печи на одном из ближайших лесных строений. Дорог не было, но без злого умысла вот эти гнилы, сломанные березки, сняли. Вот столь у меня и было, чтобы подтопить, а как раз праздники. Там тропинка мешала, вот я очистил. За очистку тропинки незадачливому лесорубу грозит уголовное наказание. В текущем году незаконная рубка была выявлена единожды прокуратурой Березовского района. В данное время находятся на рассмотрении три материала по аналогичным фактам незаконной рубки, которым дается уголовно-правовая оценка. Ущерб, нанесенный лесному фонду Березовского лесничества от действий этого лесоруба, уже подсчитан 6,5 тысяч рублей. И он, конечно, не входит ни в какое сравнение с тем, что обнаружили в ходе проверки сотрудники природоохранной прокуратуры на месторождении имени Виноградова в Белоярском районе. При обустройстве месторождения одна из нефтесервисных компаний вырубила лес на площади почти в 6 гектаров. Без каких-либо разрешительных документов. Ущерб, нанесенный природе, по оценкам специалистов, составил почти 3 миллиона рублей. В итоге суд обязал компанию выплатить эту сумму. Дела достаточно частые. На сегодняшний день, к сожалению, ряд предприятий занимает такую позицию, что если предприятие не застигнуто на месте совершения лесонарушения, то и оформлять разрешительные документы никто не будет. А после того, как на месте они настигнуты, они быстро начинают оформлять документы, обращаются во все инстанции и затем уже используют как довод в суде о том, что вот мы же уже оформили документы, значит мы никакого ущерба не причиняли. Чтобы доказать подобного рода факты, прокурорам требуется много времени. Так, проверка этого случая заняла почти год. Пришлось не просто многократно выезжать на место, но даже обращаться в ЮНИИД, чтобы предоставить в суде данные космических снимков, на которых отчетливо видно, как уменьшались со временем лесные насаждения на участке, где работали нефтяники. Новые технологии действительно помогают прокуратуре. Не случайно именно Югорское надзорное ведомство инициировало законопроект в Думу округа о контроле передачи данных системы ГЛОНАСС, установленных в коммерческом транспорте, задействованном в пассажирских перевозках. Сейчас для получения лицензии достаточно только купить и установить оборудование. Новшества принуждают еще и включать датчики. Изменения в наш местный закон позволят не только следить за тем, чтобы эта аппаратура была установлена, но и закон направлен на то, чтобы она реально была подключена, работала. И в случае несоблюдения перевозчиками этих требований у органов, которые будут осуществлять контроль за этой деятельностью, они получат право для обращения в суд в случае систематического нарушения этих требований для прекращения выдачи этих лицензий. Депутаты единогласно поддержали инициативу прокуратуры и приняли закон. Он вступит в силу с 1 июля. Данные ото всех гаджетов будет аккумулировать специально созданная служба в окружном департаменте дорожного хозяйства. Кроме того, в конце марта на очередном заседании Думы Югры прокурор округа выступил с докладом о состоянии законности в Югре. Ну а на что сегодня делает упор в своей работе прокуратура Югры, вам расскажет ведущая специальной рубрики «Старший помощник прокурора Югры» Инга Снаткина. Здравствуйте! В нашей рубрике я расскажу вам о самых актуальных новостях прокурорской деятельности. Приоритетным направлением в деятельности органов прокуратуры округа остается защита прав граждан на своевременную оплату труда. В городе Нижневартовске прокурорской проверкой было установлено, что работникам строительно-промышленного комбината не выплачивали заработную плату с сентября 2016 года по январь 2017 года. Прокуратурой приняты меры прокурорского реагирования за невыплату зарплаты, юридическое лицо и его руководитель привлечены к административной ответственности в виде штрафов. Прокурор автономного округа лично выезжал в город Нижневартовск и проводил совещание с участием руководителя предприятия, потребовав погасить задолженность по заработной плате. Следственным органам в отношении руководителя предприятия возбуждены и расследуются уголовные дела. В результате предприятие погасило долги по зарплате перед работниками на сумму свыше 60 миллионов рублей. После вмешательства надзорного ведомства также были выплачены долги по заработной плате на заводе в поселке Мортко Кандинского района. На предприятии образовалась задолженность перед работниками в размере свыше 17 миллионов рублей. С учетом принятых мер прокурорского реагирования заработная плата перед работниками погашена в кратчайшие сроки. Сообщаем, что в прокуратуре округа открыта горячая линия по вопросам невыплаты заработной платы. По телефону 352 263 можно сообщить информацию о фактах несвоевременной выплаты либо невыплаты заработной платы, о сокрытии ее реального размера и других нарушениях. В этом году на горячую линию поступило более 40 обращений по вопросам невыплаты заработной платы. По итогам проведенных проверок 24 обращения уже удовлетворены. Переходим к другим темам. В Нижневартовском районе прокуратура установила нарушение прав предпринимателя, который обратился в надзорное ведомство. Проверка показала, что бывший руководитель муниципального казенного учреждения Управление капитального ремонта по застройке Нижневартовского района преследуя цель незаконного вмешательства в предпринимательскую деятельность, принял решение об одностороннем отказе от исполнения контракта на осуществление капитального строительства объекта насосной станции в поселке Излучинск. В результате его незаконных действий предпринимателю причинен ущерб в размере более 2 миллионов рублей. Прокуратура направила материалы проверки в следственный орган для решения вопроса об уголовном преследовании. Для сведения в целях оказания субъектом предпринимательской деятельности помощи по правовым вопросам каждый первый вторник каждого месяца, начиная с апреля 2017 года в органах прокуратуры Хантамансийского автономного округа проводится Всероссийский день приема предпринимателей. Прокуроры ориентированы на максимальное оперативное реагирование на нарушение прав субъектов предпринимательской деятельности. В прокуратуре Хантамансийского автономного округа прием пройдет по адресу город Хантамансийск, улица Чехова, 1А. Противодействие коррупции остается одним из приоритетных направлений в работе прокуратуры. Сургутский городской суд вынес приговор бывшему сотруднику Ростехнадзора, признав его виновным в покушении на получение взятки через посредника в особо крупном размере. Установлено, что в июле 2015 года государственный инспектор Североуральского управления Ростехнадзора требовал у представителей одной из компаний города Сургута взятку в размере свыше полутора миллиона рублей, обещая содействовать в положительном результате во время внеплановой проверки. Деньги передавались через посредника. Получив часть взятки, он был задержан сотрудниками правоохранительных органов. Суд приговорил виновного к наказанию в виде 7 лет лишения свободы со штрафом в размере 4 миллионов 800 тысяч рублей. Отбывать наказание он будет в исправительной колонии строгого режима. В Радужном. По представлению прокуратуры, заместителя главы города уволили в связи с утратой доверия. Прокуратура внесла соответствующее представление главе города в связи с тем, что чиновница не указала в справках о доходах сведений о наличии жилого дома, земельного участка, квартиры и дохода от их продажи. Также в справке о доходах супруга за 2012 год не была указана информация о получении субсидий на приобретение жилья. Заместитель главы города указывала недостоверные сведения о счетах в банках. На данный момент в отношении чиновницы также расследуется уголовное дело за получение взятки в крупном размере. На этом у меня все. Более подробно все новостные сообщения вы можете посмотреть на официальном сайте региональной прокуратуры. На этом наш выпуск спецзадания, посвященный деятельности окружной прокуратуры, завершен. Желаем вам, чтобы ваши законные права и интересы не были нарушены. С вами был Руслан Хананов. До встречи.